Всем привет! С вами Информ ТВ. Средина 90-х была совсем непростым временем для кинематографа России. И как раз в это время был выпущен на экраны фильм под названием «Все будет хорошо» Дмитрия Астрахана. Но, несмотря ни на что, прекрасная история про Золушку, которая жила в прежитии, понравилась невероятному количеству зрителей. В нее влюбились миллионы. Она стала настоящим символом перестройки. Многие артисты, которые участвовали в съемках, к сожалению, не дожили до наших дней. Расскажем подробнее о тех, кого уже нет с нами. Валерий Кравченко. Первый раз он появился на экранах в небольшом фильме под названием «Улыбка». Это было в далеком 65-м. После этого он участвовал в съемках фильмов более 100 раз. Актер за это время перепробовал множество самых разных ролей – водителя, вора, майора. Все они получились невероятно яркими. Незадолго до своего ухода Кравченко снимался в роли водителя Иваныча в известном сериале «Улица разбитых фонарей». Артисты, которые играли ментов, все приехали на похороны Валерия Павловича, когда он в 2000 году скончался от сердечного приступа. Михаил Ульянов. Когда Астрахан приглашал Михаила на роль деда с инвалидностью, он очень волновался и боялся отказа. Ведь Ульянов был народным артистом, а фильм был про обычное общежитие. Тем не менее, Михаил согласился. Он не просто отлично справился с ролью, он даже выполнял некоторые трюки самостоятельно. Актер был невероятен не только в кино, но и в личной жизни. Он счастливо прожил в браке с Аллой Парфиньяк целых 50 лет. К 2005 году Ульянову пришлось делать несколько операций на желудке. У него начали отказывать ноги из-за болезни Паркинсона. А в 2006 году стало еще хуже. Помимо уже имеющихся болезней появилась и онкология. А с ней уж он долго не боролся. Ольга Беляева. Актриса была замужем за Дмитрием Астраханом. С мужем она осуществила переезд в Ленинград и там у них появился сын. Она приняла участие в нескольких фильмах, но Дмитрий вскоре ушел от нее. Он потерял голову от любви и покинул семью. Правда, Дмитрий всегда утверждал, что с бывшей женой сохранил дружеские отношения и сыну всегда помогал. Вечером в середине мая 2000 года случилась трагедия. Кто-то поджег двери в квартире, в которой находилась Ольга и ее сын. Дым заполнил все помещение и, пытаясь спастись, Беляева схватила Павлика и попыталась покинуть квартиру, но попала в самый центр пожара. Павлик выжил. После того, как его долго лечили за границей, он стал жить с Дмитрием и его новой женой. Валентин Букин. Он принял участие в съемках 139 фильмов. Сам утверждал, что всегда соглашался сниматься, даже в тех случаях, когда роль была небольшой и не вызывала у него особого интереса. Под конец своей жизни Букин обитал в доме ветеранов сцены, который находился в городе Санкт-Петербурге. Почти до самых последних своих дней он участвовал в съемках кино. Помимо этого, занимался реставрацией картин. Вот такие трагические судьбы у актеров этого прекрасного фильма. А вы его смотрели? Кто из героев у вас самый любимый? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!